Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шастидко. И вы видите замечательный набор microSD и USB флешек, которые вот на экране. А это не реклама сандиска и не реклама сони. Хочу сразу вам сказать, что я ни в коем случае не призываю вас покупать эти продукты и тому подобное. Я хотел просто рассказать о том, что, как вы знаете, у меня новый планшет. Вот вы его видите, это Microsoft Surface. И встал вопрос о том, что у него один порт и этот один порт и USB 3.0 и сам диск у него 128 гигабайт. А мне надо все-таки еще и гонять виртуалки, те или иные в том или ином виде. Поэтому как бы так увеличить объем, чтобы и данные хранились. Клауд не предлагать, потому что он не везде есть. И данные хранились, и виртуалки быстро бегали и тому подобное. И все это еще и на USB 3.0. Ну и плюс, не забывайте, что здесь есть microSD. Вот я и разжился. Напомню, что это то, что называется Sony MicroVault Match. Match это круто, да? Или Mac. Знаете, скорость звука, да? В махах. Это Sony MicroVault Click. Этот с металлическим корпусом. Это пластиком. Но все они с мигалками. Этот обещает до 226 мегабайт в секунду. Благодаря новым технологиям и так далее и тому подобное. То есть фактически мы имеем дело со слабеньким SSD-шкой. Это обыкновенная флешка, построенная на обыкновенной памяти и обыкновенном контроллере. И здесь еще такой же USB 3.0 сан-диск. Я думаю, 64 гига, 64 гига и 128 гига. Так, чтобы вы понимали, эти примерно по одной цене около 100-110 саров, да? С Саудовской Аравии. Да, это я в Саудовской Аравии прикупился. Здесь все дешево. Около 100, то есть 1,90, по-моему, это 110. Здесь, короче, один вот так вот. Короче, за 2,200. Это в пересчете на UE будет 40. Это все, вот это 400, да? То есть в пересчете на UE 80. И еще две флешки, извиняюсь, microSD-шки. Одну из них я, может быть, даже оставлю в Surface, которая 128 гигабайт. А вот 32 гигабайта я просто захотел посмотреть. Но, опять же, цена смешная, около 90. Просто вместе они не... Вот это очень дорогая. Тоже она 450 даже стоила. Короче, это дороже бы стоило, чем вот эта вот флешка USB 3.0 на 128. И это, собственно говоря, 32 гига. Меня просто привлекла цифра 60 мегабайт в секунду. Тут нарисовано 4К и GoPro. Ну, я так подумал. Но, с другой стороны, 32 гига мне мало сейчас для съемок. Итак, что мы сделаем? Мы это все протестируем. Начнем, конечно же, с самого главного. Это, с самого быстрого. Как же его... Единственное, что я обошел весь офис и так и не смог найти, каким макаром все это дело открыть, в смысле разрезать. Поэтому буду рвать. Я надеюсь, меня простят соневские дизайнеры, которые делали эту коробочку. Да, кстати, чтобы вы понимали, название, точное название этого продукта, оно называется... Тут не написано. Оно называется... Вот на этом, по-моему, написано. Полное, точное название этого продукта. Да, USM-U, это вот который клик. USM-U, ищите, Sony USM-U. А это USM-QX. Здесь имени нет. Но вот он. 128 гигабайт. Видели, как шприц. И вколол себе 128 гигабайт информации. Помните, Джонни Мнемоник? Там нео играл. Возил. Возил с собой кучу данных. Я чуть не понял. Это что за нафиг? Это что, мне хотят сказать, что оно битое? Или они хотят сказать, что... Что мне с камерой-то... Ах... Это я ее подвинул. Это пофиг. Если оно даже арабское. Нет, 128 гигабайт. Ну, на самом деле, 118. Пожалуй, я ее просто-напросто отформатирую. Ой, нажал Eject. Не катит. Вставляем еще раз. Что за фигня? Непонятно. Говорим. Формат. Пишем здесь. 128 гигабайт. Говорим, что это будет НТФС. Говорим, что это будет... Я не буду там хранить большие данные. Я вообще планировал здесь хранить виртуалки. И гонять даже виртуалки на планшете. Опять же, надо вам продолжать писать даже в полевых условиях курс учебный. Вот я этими буду заниматься. Конечно, хочу. Стирай. Стерну? В Саудовской Аравии дешевле все продукты, ну, все товары, например, на 20-30 процентов, потому что у них нет вообще НДСа. Хочу сразу сказать. Вот такие вот дела. Ну, и для сравнения хочу еще раз показать, что родной диск Surface'а, даже в режиме шифрования, содержит, дает скорость прямого чтения 400 мегабайт в секунду, прямой записи 123 мегабайта в секунду, но опять же из-за шифрования. Случайно, да, блоками по 512К почти 300 и 100, и по 4К просто так, да, 21-36, а в очереди из 32-266, то, что показывает очень хорошую скорость. С другой стороны, у меня здесь стоит вот такая вот микро-SD-шка, только на 64 гига, которая 30 мегабайт написана, не 60. Обратите внимание, 45 на чтение, 15 на запись, да, то есть кому верить непонятно, блоками по 512, 40 и 05, это вообще непонятно и так далее. Ну и теперь я запускаю следующий. Где мои даунлодс? Следующий даунлодс. Иди сюда, мой белый хлеб. И этот следующий даунлодс мы сейчас выставим на те же параметры. Три, два и погнали. Я не буду вас мучать, как вы видите, лампочка мигает, да, видно, не видно, не знаю. Мне видно, по крайней мере. Как-то на камере непонятно, видно, не видно. Может быть, просто камера не захватывает. Я не буду ждать полностью вещей, но я хотел бы, опять же, показать, чтобы вы все это увидели, чтобы это не было голыми цифрами, а все-таки увидели живьем сами девайсы, как они выглядят. Плюс, опять же, хочу подчеркнуть, что я подбирал вот эти вот USB-шки для нескольких вещей. Первое, вот эти 128, скорее всего, пойдет на то, что называется виртуальными машинами. Да, я буду гонять на ней виртуальные машины. 220 мегабайт рида. Обманули 226. Ну, ладно. USB-порт может включить, может быть, утилита не так. Сейчас главный критический момент, что показывает запись. Слушайте, ну, реально быстро делает. Что же покажет нам запись? Это главная флешка, да, то есть, как бы на нее у меня возлагаются наиболее широкие и большие планы. Остальные 64. Ну, во-первых, я их взял просто для того, чтобы копировать большие объемы данных быстро. Например, мне нужно иногда скинуть ту же microSD-шку с GoPro и где-то сохранить данные. На ноутбуке уже мест нет. А плюс я теперь езжу только с этим Surface. Тем более места нет. А так вставил и погнал. О, 103. 103 это хорошо. Это очень хорошо. И давайте посмотрим. А, это еще не окончательный результат. Не конченный результат. 110, да, да. Будет 120. Будет 120? 100, да, 120. 120 раз, 110 раз, 112. 120, да, да. Ну, хотя бы 113, раз уж так начали. 115, да? Да, 115? 134. Блин, капец, слушайте. Прикольная штука, оказывается, та. Вот самым критичным будет, конечно, блоки случайного чтения на 4К. Именно из-за них будем видеть, насколько хороша такая флешка. На самом деле, виртуальные-то машины работают с блоками 4К, или 8К, или 64К. Но, ого. Слушайте, просто шикарно. 159. Может, еще одну купить? Все-таки 80 евро, это не такие большие деньги. Э, а запись это как-то не смешно даже. Как один? Как нафиг один? А, тут 0,5 вообще. А тут 103. Хм-м-м. Нет. Такой хоккей нам не нужен. Все-таки это как-то не радостно. Ну и чтение, 4К-блоки, да. То есть, все-таки, как вы видите, штука больше предназначена для прямой 3К. Чтение. Штука все-таки больше предназначена для прямой записи. Это вам все-таки не то, что называется SSD со своим контроллером. Да. Обломали. Обломали. Это основной или это не... Да. Это основной диск. Это наш второй диск. А вот это мы видим 3.1. 40.0.5. А здесь давай сюда. 40.0.5. Интересно, давайте-ка все минимизируем и растащим. Просто даже из любви к искусству. Так. Это наша главная диска. Это наша SSD-шка. Ой, SSD-шка. Микро-SD-шка. Это наша флешка. Ну, как-то совсем плохо. Особенно случайная запись 4К-блоковая. 0.44. Да. Кроме линейной записи линейного чтения особо нигде и не попользуешь. Обидно, да? Пойдем ищем. Обидно. действительно обидно. Могли сделать хорошие вещи. А видите, что выходит? Выходит, что такие на виртуальных машинах я не смогу ее использовать. 0.44. Капец. Это даже не 1.4, а 0.0.44. То есть микро-SD-шка в этом случае круче. Ну, хоть тут быстрее чуть-чуть. 3.8, 2.8 на 1 мегабайт в секунду. Ну, в принципе, для тех целей, которые у меня в виртуалке, там большой скорости не нужно. Вы же будете смотреть учебный курс, где я могу долго разговаривать. А так, конечно, это не SSD. Интересно поискать в действительности SSD, который встроен в USB. То есть подключил и он погнал. Так что не верьте. Обман полный. Обман. Обман. 120. Нет. Не обман. Прочитать вы можете прямым. И записать прямым. Хорошо можете. А вот дальше, если взяться за работу, особенно если случайным образом будет... Я думал, что мои телодвижения мешают этой штуке. Но нет. Видите, нет. Все. То капец. хочется просто обрыгаться. Обрыдаться. Обрыдаться, смотря на эти цифры. Такой флеш-драйв нам не нужен. Ну, а мы успешно сейчас покинем, скажем так, этот диск и поставим другой. сейчас я... Я, чтобы вам не мешать, выключу, потому что я обратил внимание, что у меня выключено питание. Так, ну, а моим следующим, скажем так, тестируемым будет продолжение темы. опять же, USB 3.0 только шты 64 гига и как она называется в миру? Оно в миру называется Sony Microval Click. Не путать с махом. Аббревиатура USMU просто, без QX, то есть попроще, скажем так, даже инструкция, даже тут аббревиатурки находятся. Сейчас мы ее попробуем. А почему 64? Опять же, для переношения данных, ну и плюс для того, чтобы сделать диск Windows 2.0. отформатируем и эту штуку в соответствующий формат. Не надо нам XFAT, нам нужен NTFS, Sony 64 подходит, 4K подходит. Ждем с это вы меня кстати видите. Готово форматирование. Ну что, удивит нас система или нет? В этот раз мы снова запускаем все тот же девайс, чтобы вас не затруднять три прохода для того, чтобы полирнуть это все дело. Да, будет Windows 2.0. Я думаю, вы видели сами Windows 2.0. видео и тому подобное. Напомню, что другие показатели тех или иных девайсов вы можете найти у меня на канале. Я тестировал Dell, например, с теми же показателями производительности другие диски. важно на самом деле то, что важно, что еще стоит помнить о том, что во многих машинах включено режим шифрования, можно выключить его, получить большую скорость. Вот мы видим, где же мой дорогой любимый Dell после двух месяцев эксплуатации. Где же ты Dell? Вы видите Dell? После двух месяцев эксплуатации. Вот он. И здесь нету? Я не писал? Обидно. Но раз не писал, что допустим до сих пор препаривает. Значит, давайте посмотрим тестирование производительности DELLA. Тестирование производительности. Где-то же есть еще видео. Может быть после полугода. А я снимал его? По-моему снимал. Да. Вот пожалуйста 57 36 56 26 76 27 11 Да. То есть как вы видите случайное чтение запись весьма и весьма хороша. А после того... Была. А после того, как я через полгода... Где же ты? Ага, вот через полгода. А после того, как я через полгода выключил это все дело, показатели резко пошли в гору. Есть эти показатели? нет, просто написано в 2-3 раза. Да, ну это действительно там до 150 мегабайт вместо 50 мегабайт разогнался диск. Ну вот мы видим показатели обычной Sony. Слушайте, она совсем обычная 85. Это очень мало. ждем дальше или не будем ждать. Но если не будем ждать, напомню, что если вы захотите проверить, включен ли у вас на планшете Windows 8 или ноутбуке Windows 8, особенно если он фирменный из OEM версии винды, рекомендую зайти сюда в настройки устройств и PC PC info и вот здесь обратите внимание encryption. То есть заметьте у Surface такие показатели чтения и записи включенным режимом encryption. То есть если их выключить, то мы получим еще больший режим записи, режим чтения, ну по крайней мере процентов на 5-10 так точно. Не пугайтесь, можно включить-выключить, то есть оно будет потихонечку работать в фоне. Никаких данных вы не потеряете, если не будете резких телодвижений делать. Ну сейчас подождем припаривания последовательного чтения записи и отключимся, но как вы видите показатель 85 не очень радует и напомню, что дальше у нас еще две microSD сандиска на 32 гига 60 мегабайт в секунду и на 128 48 мегабайт в секунду. Это кстати еще хорошо станет и в Nokia Lumia. Как вы знаете новой Nokia Lumia все поддерживают эти флешки до 128 и я хочу проверить работоспособность этой флешки в Nokia Lumia 1520 говорят, что она тоже отлично поддерживает работу. Плюс у нас есть еще сам диск вот такой 100 мегабайт в секунду сейчас посмотрим обгонит он Sony или не обгонит 64 гигабайта тоже так же как и тестируем Sony не это в данном случае микроволд клик ну вот уже почти закончила тестирование вот вы видели как поменялась циферка последняя 20 да кстати это стилус активный стилус у Surface видите ездит такая вот хренюшка по экрану про этот Surface я буду рассказывать отдельно и если мы посмотрим на то что у нас получилось а получилось у нас довольно интересно линейные параметры прямые существенно отличаются как вы видите от Sony особенно по записи просто потрясающая запись у Sony которая вот Ultra да или Mac но зато дальше здесь уже вот даже на случайной записи 512 килобайт слегка быстрее получается 1.6 вместо 1.0 а дальше чтение 4К и случайное и в очереди из 32 пакетиков команд то есть как бы оно выше чем у Sony 128 гиговой быстрой зато чтение как вы видите вот это вот запись совсем случайная она вообще 0.02 и обратите внимание дорогой любимый microSD сандисковский показывает лучше и здесь мы переходим к интересной теме а именно к сандиску ну ну Семен 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 этот отключаем да этот отключаем вот этот вот клик конечно у них вот он наш сандиск единственное как я уже сказал я не нашел ничего похожего на ножи или ножницы в этом офисе непонятно почему без безопасности или еще чего-то даже обыкновенные канцелярские ножи да то есть как бы не удалось обнаружить в общем скажем так 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 и здесь теперь сандиск фри даунлод смотрите сабскрипшен на резкию про делюкс ркавери софтв нет а мы всеми этими софтвв не балуемся как-то какая-то она не ну шприцы там у сони конечно вот эти шприцы они классные особенно металлические вот это вот иди сюда и особенно вот это вот и загнал себе ну не в вену да а в порт 128 гигабайт немецкого документального видео да а вот это вот у нас как-то ну стрёмненько выглядит как свисток с дизайном что-то у них не так но не дизайн главное как говорится скорость точно как свисток свистулька свистулька понимаешь вот главное не дизайн на скорость все это спасибо неинтересно как говорится нажимаем опять правую кнопочку мыши говорим формат говорим что это будет НТФС да и это будет СД 64 ГБ старт конечно хочу слушать зачем спрашиваешь я бы не запускал такой команды если бы не хотел ура ура так клаус как вы видите у волшебника Сулеймана всё по-честному без обмана а вы это всё наблюдаете надеюсь вы ещё не устали если устали просто посмотрите в описании видео и не забывайте там будет все результаты и не забывайте кстати о том что у меня также в описании и в аннотациях есть линки на всё что я рассказываю показываю на те же делы на тот же другие планшеты под управлением Windows с их тестами и тому подобное ну что погнали напомню что это сандиск 64к сейчас кому больше веры есть да то есть это написано что он 100 100 да в 10 раз быстрее faster чем что вот мне вот это нравится да и чем быстрее чем что в 10 раз быстрее записывать чем USB 2.0 или чем так вот обманывать людей просто 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 а ещё мне нравится вот это вот Transfield Lens Movia 40 секунд переворачиваем и читаем что они подразумевали под 1 русский кстати есть и русский язык единственное что так мелко написано на основе передачи данных 1.2 гигабайта вы видели 1.2 гигабайта фильм не видели я тоже не видел обычно 1.4 да или уже 2 с чем-то или 4 о пошёл рит давайте подождём рит и потом я опять же выключу и добавлю при монтировании дальше напомню что у нас осталось тестировать ещё 2 девайса очень интересно посмотреть что из этого получится 32 гигабайта 60 мегабайт в секунду и 128 гигабайт 48 но это micro sd это не usb ну чё начитался начитался нет где циферка циферка где 141 серьёзно слушайте сандиск рулит может уже тогда подождём и write я прокомментирую дизайн не главное хотя с другой стороны размер имеет значение не буду углубляться вот это это просто из песни рамштайна вы же знаете size does matter of the row всё-таки тут размер больше глубже можно засадить в usb порт сейчас будем писать ждём как размер повлияет на запись ну по крайней мере против скажем так главного конкурента 128 гигового напомню что такой же вариант есть и 64 гига то есть тот самый мак в металлическом корпусе спрашивайте в магазинах мира в данном случае куплено в Саудовской Аравии за 80 уе всё-таки относительно главного конкурента он хуже да но при этом он и стоит в два раза не в какие два в четыре раза считайте в четыре раза дешевле 64 гига по отношению к 128 гиг высокоскоростные стоят в четыре раза дешевле да то есть фактически вы теряете в два раза на скорости и в два раза на объеме вот это те самые четыре но я смотрю что запись это не лучший показатель судя по всему у сандиска он вообще по-моему залип на этом деле как-то он то ли блоками пишет видите не мигает именно так чик чик что-то с ним не так всё-таки размер имеет значение не могу дождаться увидеть первое число сломался сломался при таких обещаниях 141 мегабайта сейчас покажут какие-нибудь 20 и мы все офигеем а то и 15 а то и 10 написано в 10 раз быстрее чем 1 мегабайт ждем 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 камон нет 37 но опять же да то есть если посмотреть здесь отношения я бы стилус так и стилус можно потерять если посмотреть здесь отношения 85 и 28 да то есть это где-то треть да треть здесь получается четверть то есть как бы чтение выше 4 раза чем ну да не четверть 3,5 все равно это получается отношения скорости запись и скорости чтения выше чем у этого но это уже такое вторично ладненько я опять выключу на минутку вернусь когда уже все будет протестировано смотрите дальше вот вы видите опять чуть-чуть не успел результаты результаты удивительные как вы видите если особенно посмотреть вот сюда в эту часть у сандиска результат смотрите тут 4 тут 3 тут 3 тут 3,5 тут 4,2 тут 3,8 но на запись маленькими блоками да особенно случайные 4К и 4К в очереди совершенно интересный результат то есть если говорить о том чтобы какую-то флешку использовать для работы в чем-то постоянно дергающий в разных направлениях диск то вот это будет флешка лучше ну и теперь пришло главное время да мы эджектим вот эту вот ультра и эджектим также мой microSD давай эджектимся интересно потому что у меня на нем эджектно слушайте у меня на нем то хранились диски этого диски образы стима игрушек да вот так вот в серфейсе да видите это подставка серфейсовская зря я ее опустил и вот таким вот образом достается microSD вот она теперь главное не перепутать хотя это 64 у меня тут 32 ну что начнем со 128 гиговой это самое главное да я думаю и самая интересная штука во всем этом деле мы сейчас аккуратненько ее разрываем если это можно назвать аккуратненько извлекаем ух ты видите с ума еще и такое как колеса в хорошем смысле колеса ну те которые радуют людей вот аккуратненько открываем все-таки 128 гиг представляете я держу в руках 128 гиг а еще 5 лет назад это было 128 мегабайт не понял установили bluetooth bluetooth ты где где ты мой хороший это мой код bluetooth фотками я уже неоднократно делился кто захочет пишите в комментарии дам опять линки на набор этих фоток кота действительно зовут bluetooth шушь теперь а ну а мы переходим к следующей части марлезонского балета где наша микро сд формат мы ее тоже форматируем в нтф 128 так и назовем 128 гб конечно хочу потом все равно переформатирую я думаю что телефон справится напомню что я собираюсь протестировать ее и для работы на телефонах все таки очень интересно будет ли она поддерживаться на нокии люми 15-20 и каким образом итак запускаем это у нас 3 прохода 2 гигабайта диск дем как мне нравится 128 а в реальности 119 лошарят по полной программе а ладно запускаемся запускаемся и ждем этого и цифры с нетерпением ждем увидеть сколько 48 гигабайт на запись но если указано у сандиска 48 гигабайт на чтение да то вот видите тут 30 45 да тут 100 тут 150 то есть 48 должно показать где-то плюс половину да они так подстраховывается плюс половина 48 50 20 24 60 70 72 гигабайта я так понимаю предлагают покупать не хотите интересно пока это давайте глянем что с microsoft 46 48 ну можно подумать над вопросом продажи акций или покупать еще ждем до первой звезды нельзя ну где же ты где только припаривает видите припариваем припариваем а жаль ну же удиви нас так 22 часа что я делаю в выходной день в 22 00 в офисе по моему пора валить и нам пора валить так в песне было нам пора лететь было но не важно а важно что что-то оно медленно припаривает 2 гигабайта данных что не увидим этих замечательных результатов давай сандиск ты показал красивые цифры на обыкновенной 64 гиговой USB неужели ты на 128 гиг 128 гиг ты не покажешь более крутого значения да блин нет ну вы посмотрите о что до этого надо было делать просто припаривать раз два три четыре пять ну уже напомню опять же что все будет внизу если вам лениво это все смотреть на эти все циферки внизу в описании к видео в аннотациях к видео все это будет все уже подробные цифры и так далее я уж постараюсь сделать их ну в хорошем смысле сделать ну уже нет ну посмотрите о слава богу первая из трех что же у тебя там скрывается под первой из трех какой будет номер делайте свои ставки если там написано 48 то я ставлю где-то на 70 70 да 70 70 USB USB microSD 70 хотя порт потянет или не потянет может и не потянуть если покажет сейчас тоже 45 значит оно работает на пределе ну ну мы ждем эту цифру все в нетерпении все в ожидании я сам в ожидании на самом деле а мало того камера в ожидании не поверите блин 4569 точно это порт то есть быстрее 45 мегабайт порт в серфейсе просто не тянет тогда возникает вопрос а нафига делается более скоростный и кто способен тянуть эти показатели то есть то есть меня кинули меня подло коварно обманули да вот так это по-русски будет звучать на культурном да вежливом русском это называется обманули ну что ж я хотел увидеть эту прекрасную цифру так что не ведитесь на вот эти вот там 48 30 еще раз хочу сказать что вот это вот 30 а вот это вот 48 и он показывает 45 тоже то есть осталось только на 60 мегабайтах увидеть 45 расстроиться а тут даже пива нет вы представляете вот вам на душе плохо ваш диск показал медленные результаты у вас есть все основания и глобальный повод выпить пивка холодного знаете когда стакан запотевает пшеничного такого с густым нет не того который там шмурдяком или спиртягой отдает нет с глубоким пшеничным таким вкусом белого вайсбира так вы так его пьете пьете на жаре плюс 30 и нельзя а вот я сейчас прилечу назад в Европу а там будет уже плюс 15 плюс 10 и не такого кайфа хотя я лечу назад через Мюнхен а в Мюнхен я планирую выйти если самолет не опоздает и все будет нормально он прилетит в 5.15 по-моему к 6 утра я буду уже в Мюнхене если сесть сразу на электричку к 6 утра я буду в Мюнхене да и соответственно смогу спокойненько придаться выпиванию пива правда оно открывается в 9 а самолет у меня в 11.20 то есть мне нужно еще там 20 минут до посадки то есть в 10.40 то есть до 9 часов у меня там в 9.15 есть время быстренько забежать и бахнуть пивка и снять для вас путевые заметки а вот припаривается уже запись что же нам покажет запись запись ну опять же если половина скорости ну что тоже 15 покажет и мы поймем что это предел порта а не предел карточки расстроимся еще больше ну с другой стороны и хорошо и ладно быстрые карточку останутся мне я в серфейсе оставлю медленную хотя с другой стороны тут же еще и объем но пока мне 64 гигабайт хватает для игрушек и прочие там лабуды да медленное припаривание говорит только об одном о том что ну давайте я приближусь теперь что нам уже не надо так дотошно смотреть на карты где же ты где же циферка моя о том что диск медленный да обидно хотя с другой стороны чего я вот это жалуюсь когда-то 4 мегабайта записи или точнее чтение прямого было для винчестера просто супер а я помню работал на УКНЦ на ПДП-11 машинах у меня был диск со временем доступа диск имеется ввиду в памяти да то есть как бы я создавал виртуальный диск памяти на сколько он был 512 килобайт диска в памяти который сбрасывался при перезагрузке машины она часто подвисала перезагружалась ну не важно а важно в том что туда была скорость доступа если не ошибаюсь 60 миллисекунд то есть в 6 раз медленнее чем скорость доступа сейчас к дискам но к обычным винчестерам не говоря уже о SSD ну и не говоря уже о том что там пропускная способность измерялась килобайтами а не мегабайтами в секунду я все таки дождался почти команды так а на сколько у меня хватает батарейки батарейки у меня осталось на 43 минуты я думаю что что тогда получится это уже шестая часть каждая из которых по 10-15 минут то есть да это уже серьезно это я уже на час наговорил слушайте я так время не контролирую ну хотя с другой стороны пусть будет сколько у нас осталось на 56 минут у нас осталось диска и на 40 минут осталось батарейки ждем окончания давай-давай-давай покажи первую цифру я со спокойной душой выключусь все таки размер имеет значение чем больше тем лучше и быстрее ну в смысле быстрее записывает на большой размер а вообще большой размер больше проникает больше входит вот вот так вот нам можно сказать быстрее записывается и больше входит 15 да похоже что у нас здесь дело совершенно в другом дело в том что уже собственно говоря относительный показатель конкретных девайсов не имеет значения по причине того что это уже особенности диска ну что ж я выключу пока и включу уже когда оно протестирует я так понимаю что это будет теперь долго вот мы подходим к финишной прямой опять подошли только я включил вот три из трех проход мы видим все увидели да показатели на самом деле достаточно внушающие уважение а именно чтение в блоках мы видим один мегабайт один с половиной мегабайт один с половиной мегабайт как в принципе вот здесь вот на сам диск тоже да только на юсбишном тут чуть-чуть быстрее но совсем не так как у сони а сони конечно в этом отношении проигрывает ну и теперь у нас осталась простая процедура да достать флешку снова давай достанем тебя где ты у нас с какой стороны ага вот с этой стороны конечно хорошая мысль спрятать флешку напомню что это была 128 гиговая флешка от сандиска весьма весьма хорошо показавшая себя но я так понимаю что мы имеем дело с ограничениями самой платформы самого чипсета по работе с микро с дешками и переходим вот теперь мы точно узнаем здесь 60 мегабайт да то есть если здесь можно было еще сказать что там 48 здесь 45 а здесь 45 это я не помню что там 48 скоростной микро sd а не 30 скоростной поэтому берем тогда вот 60 это видите экстрема это экстрема и тому подобное 32 гига отрываем 60 мегабайт райт до 40 мегабайт слушайте ну вообще потрясающе вот сейчас мы это и выясним выполняем простую процедуру отрываем все что нам не нужно они нужно нам многое ко мне кто-то пришел в гости ну не ко мне а в офис а здесь несколько другая вариант как в предыдущих карточках и и и и и и ставим сюда давай 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 камон ох еще одна карточка последняя на сегодня последняя в этом видео Я думаю, вам всем понравилось это видео Кому не понравилось Я не виноват Надо было бы внимательнее смотреть Искать позитивные стороны в этом видео Ну и так далее Вот, и это мы назовем 32 Б Я ее планирую использовать для Наверное, подъедет скоро 730-я, да, телефончик И там поставлю Именно эту карту Как раз будет и быстренькая И там, может, музыку буду хранить Давай, давай, давай Complete Close И теперь Последний сандиск на сегодня 3 2 Д 3-2-Д И Go 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 Давай, давай, давай Быстрей, быстрей, быстрей Гони, гони, гони Ну вот, она припаривает Я думаю, что Не буду вас задерживать Уже долгими размышлениями По-моему Процедура вполне Вполне понятно Скорее всего Если Все получится Хорошо То Все будет хорошо Вот Если нет То мы убедимся Просто лишний раз Что контроллер Заточен Исключительно Под 45 мегабайт Хотя Вполне возможно Допускай, что я ошибся С вот этой карточкой Да, что она тоже На 48 мегабайт Но показывает 45 Вот сейчас мы убедимся На том Который 60 Здесь же честно Написано Смотрите на корешке 60 Видно, не видно 60 мегабайт Чтения 40 мегабайт Запись Покажите мне Покажите Вот так и сделаем Поэтому Ждем припаривания А дальше посмотрим Мне придется Взять слова И слова Обратно В действительности Вот тот самый Сандиск 60 мегабайт Он таки 60 мегабайт Не знаю, чего я считал Что это 64 гигабайта Флешка У меня работает На 30 мегабайтах По-моему Все-таки Это была 30-ка Не 48-ка Не важно Важно, что вы видите Сейчас результаты Вот именно Этого 60 мегабайт Но обратите внимание Чтение даже больше Чем заявлено Было заявлено 60 Показывает 73 Запись была заявлена Вот здесь Мелкими буквами 40 Сандиск Я так понимаю Подстраховался Здесь у нас 52 Так что С Сюрфейсом Все нормально И контроллер Отлично Показывает Результаты Блоками По 512 Килобайт Фигачит 64 28 Что кстати Даже круче Чем Соневская Вот эта Скоростная USB Флешка Обратите внимание Да Она Читает очень быстро 159 А зато Пишет 1 Я вообще Не понимаю Как это Получилось И Здесь Вот 128 6 Обратите внимание На случайных Блоках 4К И 2 И 5 И 2 На Очереди Из 32 То есть Ну в общем Всех сделал Ну если не считать Настоящего ССД диска То Эта флешка Можно считать Отличной Ждать Что Их не было Ни 64 Ни 128 Я бы Конечно Не отказался От такой Флешечки На ней даже Микро СДшечки На ней даже Виртуальные машинки Можно было бы Погонять Весьма И весьма Быстренько Ну в общем Вот такие Вот у нас Результаты Кто Досмотрел до конца Большое Вам спасибо Надеюсь Вы тоже Скажете В том Или ином Виде Спасибо Автору Не забудете Залайкать Это видео Не забудете Расшарить Видео Да То есть Как бы Много чего Можно положительного Сделать Для продвижения Видео Дальше Так что Ждем от вас Взаимных Симпатий И Взаимных Комментариев Положительных Комментариев Не надо Комментировать И писать Глупости Вы знаете Что Я человек Спокойный На глупости Не отвечаю Я просто Баню Не вступая В явные Перепалки Если Вы же Критикуете Там По делу А не Там Типа Ой Видео Говно Тестирование Говно Извините За выражение Все Говно Жизнь Тоже Говно И ваши USB Говно Еще раз Вся Не нравится Не смотрите Да А то что есть Я с вами Поделился Так сказать Опытом То что Сам Себе Купил И то что Планирую Пользовать И теперь Знаю что Еще Можно Прикупить А что Уже Прикупать Не буду Напомню что В тестировании Использовали То что Называется Sony Wild Mac Вот ее Результаты 220 заявлено 6 220 реально Дальше На случайных Этих Показателях Она конечно Дохнет Это вот Второй Sony Wild Клик Отличаются И скоростью И корпусом Вот они Две Они сделаны В виде таких Шприцов Которые Надавливаются Поменьше Которые Т64 Вот это В металлическом Корпусе Это в пластиком Здесь 85 Сандиск Отличился Вот своей Вот этой Флешкой На вид Неказистой Зато 141 И 37 При случайных Показателях Как вы видите Очень хороших Ну и Лучше всего У сандиска Удались Диски В стиле MicroSD Вот раз Вот два Особенно тот Который Вот этот 60 гигабайт В реальность Он показывает Суперовый результат Из всех Это Особенно на случайном Чтении Второй результат После Основного SSD У Дорогого И любимого Планшета Surface Напомню Что все это Происходило На планшетике Surface У которого Есть USB 3.0 Порт И есть Также здесь Разъем Под MicroSD Смотрите Дальше Ну что ж С вами был я Игорь Шестидко Всего хорошего Задавайте Вопросы Ищите Может Чего еще Кто порекомендует Даже мне Прикупить Напомню Что Вот эти Вот USB Флешки Планировались 128 Для работы С виртуальными Машинами 64 Это Больше Для Переноса Данных Быстрого Копирования Резервного Копирования Тех же 64 Гиговых Вот этих Флешек Когда я Очень много Пишу Видео На GoPro То есть Вставил Здесь Это Здесь Скинул Все Довольные Получили Вот Такие Вот Дела Скоро У меня Будет Целый Чемодан Этих Флешек Я чувствую Надо Покупать Такие Бусы Бусы Которые Сюда Вставил Сюда Вставил И На Шею Одел Ладненько Удачи Всем Счастливо Еще Раз Не Забывайте Подписываться На Мой Канал Лайкайте Шарти Комментируйте Благодарите Автора Кликайте Везде Увидимся До свидания